Добрый день, дорогие друзья и товарищи Клуба Горчакова. Меня зовут Андреа Джанотти. Хочу вам передать несколько информации о ситуации с коронавирусом в Италии. Как вы знаете, обстановка в этой стране далеко не хорошая и Италия оказалась эпицентром этого заболевания и по количеству зараженных и по количеству погибших. По вчерашним данным количество зараженных в порядке 60 тысяч и количество погибших больше 8000, то есть больше чем в Китае. Уже три недели действуют меры правительства по ограничению движения. Все магазины, рестораны, бары, спортивные структуры закрыты. Работают только магазины продуктов, аптеки, банки и некоторые магазины по так называемым необходимым услугам. Но ситуация очень сложная, особенно на севере стране. Я нахожусь в Форте-де-Марме в Тоскане, тут более или менее ситуация под контролем и не сравнима с тем, что происходит на севере, где не хватает оборудований по дыханию, вентиляции и действительно каждый день там умирает в порядке 500 человек. Касательно причин такой ужасной смертельности, у меня ответа конечно же нет и даже у экспертов окончательно ответа пока еще нет. Это скорее всего и связано с тем, что средний возраст итальянского населения большой и с тем, что во многих случаях были состояния здоровья не совсем так сказать сильные. То есть эта система была уже слабой и несмотря на вирус. И поэтому вирус как-то обострела уже непростую ситуацию. Ну конечно нам всем жить в таких условиях не просто, но по рекомендациям врачей это необходимо, необходимо остаться дома. Потому что вирус, который распространяется с невероятной скоростью, он распространяется как раз через контакты между людьми. Поэтому если контактов нет, вирус как таковой сам умирает. Поэтому единственная реакция, эффективная, которая у нас есть, это вот ограничить контакты и на протяжении вот несколько недель остаться дома. И эту рекомендацию я хочу передать всем друзьям, всем товарищам, в том числе и в Европе и в России. Дома надо остаться дома. Дома. Касательно, ну так сказать, политической, политического нюанса этой ситуации. Ну, Виталий, система здравоохранения реагировала относительно эффективно, хотя ситуация была совсем непредсказуемой. И поэтому действительно, несмотря на, я не побоюсь этого слова, на подвиги врачей, медсестр и тех, кто работает вот в больницах и в системе, в целом, здравоохранения, не хватает действительно некоторых материальных элементов. Не хватает оборудования, не хватает даже маск. Ну, почему? Потому что, во-первых, это было неожиданно совсем, во-вторых, потому что с самого начала кто-то думал, что, да, более-менее это является лишь гриппом, может чуть-чуть сильнее, чем обычно, но не больше гриппа. Это не так. Это не так. Большая часть погибших это люди уже в возрасте, но не только. Есть еще молодые люди, есть еще активные, спортивные. Поэтому я хочу действительно всем своим друзьям, близким товарищам. Будьте осторожными и оставайтесь дома. Касательно международных отношений, если можно сказать, вы знаете, что ситуация в Европе стала все-таки сложнее, потому что вот эта эпидемия постоянно распространяется. Сегодня есть уже, к сожалению, большие цифры и зараженных, и погибших и в Испании, и во Франции, в Германии, в Великобритании. Я должен сказать, что особенно с самого начала солидарности между европейскими странами не хватало. Даже потому, что когда заболевания в серьезной степени не было в других странах, они как-то раскритиковали, даже насмехались касательно того, что было в Италии, касательно мер, касательно того, что итальянцы не умеют соблюдать правила и остаться дома. Вот. Надо было, с моей точки зрения, больше европейской солидарности показать, а уже потом, уже потом проанализировать ситуации, причины, реакции и так далее. С другой стороны, я хочу заметить, что три дня тому назад пришли помощи из России, и это является действительно наиважнейшим элементом в системе отношений между Италией и Россией, потому что еще раз Россия показала, что она рядом, что когда нужно, несмотря на то, что ситуация в стране, в самой России, может стать сложнее, она готова помогать, она готова сочувствовать, но в самом, в полном объеме этого слова. И я очень надеюсь, что когда, дай бог, в ближайшее время эта ситуация будет решена, вот это дает повод итальянскому правительству, в первую очередь, серьезно думать об истории этих идиотских санкций против России. И что еще я могу сказать? Еще раз я хочу сказать, пожалуйста, оставайтесь дома, прочитайте хорошие книги, послушайте музыку, изучайте язык, я не знаю, спите. Для некоторых это кажется невинно снимаем, просто это, слушайте, когда люди нашего поколения пришлось быстро идти на фронт, это был совершенно другой разговор, а нас просят сидеть дома на диване и это является действительно единственной эффективной реакцией для победы против этого вируса. Всем привет, всем наилучших пожеланий. На связь.